Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 12,5 градусов. Тепло на улице. Мы уже с собаками сходили. Вот такие дела. Ребята, смотрите новость, какая интересная. Только сейчас я нашёл. Ким Чен Нын впервые за 20 дней появился на публике. Да! Смотрите-ка, торжественно перерезал ленту на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений. Да, вот он. Ну, или человек похожий на него. Потому что здесь вот какой-то депутат-перебежчик из КНДР на 99% уверен в смерти Ким Чен Ина. Ну, вот как говорили, что неудачная операция на сердце. И он уверен, вот этот перебежчик, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально, потому что столкнулась со сложной проблемой преемственности. Там рассказывал, вроде бы его сестра должна быть, да, Ким Йо Джон. Но с другой стороны, чтобы женщина была во главе Северной Кореи, для них это странно. Ну, посмотрим, что будет. Ну, вот появился. Официально появился. Так, а чё это? Это мне тут пишут из России. Да нет никакого макаронавируса. Это блеф. Ну, ладно. Макаронавирус. Надо же. Вот ещё про коронавирус. Мне тут написали. Памятник коронавирусу снесли в Актау. Город такой Актау. Фонтан-одуванчик возле гостиницы Актау демонтировали. После того, как пользователи социальных сетей назвали его памятником коронавирусу. Вот такие дела, ребята. И что самое смешное? В Саратове точно такой же фонтан-одуванчик. Кто в Саратове живёт, меня поймут. Ну, я не буду фотографии публиковать. Ну, в общем, такая торчит труба, а вокруг него, значит, шар и много-много всяких. Ну, как одуванчик, короче. А тут вода течёт. И вот не понравилось жителям. Интересно, в Саратове остался или нет. Так, ох, ребята, вот плохая новость. Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе Всеволод-Сибирцев. Приморской находке. Газовый баллон. Слушайте, на победу нужно отдельно. Вот идёт колонна газовых баллонов. Потому что это оружие уже в России, но всё время взрывается. Да что же это такое? Какие-то они ядерные. Нехорошо это. Песков заявил о максимально высоком уровне охраны здоровья Путина. Да вы что? Ох, его охраняют денно и нощно. А зря. Зря, зря, зря. В Испании задержан экс-депутат Госдумы России. И чё он в международном розыске находился? А, по запросу России. Он подозревается в хищении государственных средств, которые были направлены на проведение конкурса на один проект. На какой-то проект, да. Жулик, жулик. Упс. А тут внизу таблеток не хватает, еды нету. Это медсестра из медицинского центра Новомосковский. Всё не хватает. И просят помочь. То больным просили помочь, теперь врачам присылайте деньги. Какой кошмар от это, а? В коммунарке выявили новый симптом у заражённых коронавирусом. Высыпание на руках и животе. Слушайте, у вас вши там завелись, скорее всего, в коммунарке, да? Вот отсюда высыпание на руках и животе. Да ну к чёрту. Тоже мне. О, выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе. Учёные выяснили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свёртывания крови. Я вам говорил, она на сосуды как-то влияет, на стенки сосудов. Вот так вот. Чё такое? Мишустин запретил госзакупки промышленных товаров из-за рубежа. Вот он там сидит и чё-то запрещает ещё. А как же так? Речь идёт о запрете на государственные закупки ряда промышленных товаров из-за рубежа. А где же теперь покупать? В странах Евразийского экономического союза. О, это можно, да. Ну это где? Ну, в Казахстане будут закупать теперь вместо Франции. Хорошая замена. Я ничего не имею против Казахстана. Тем не менее. Воробьёв вёл масочный режим в Подмосковье. У нас вчера народу на улицах повысыпал, но у нас в деревне дети играют. Оказывается, разрешили у нас в штате выходить на улицу. Но в масках. Но дети без масок, конечно. А взрослые просто не выходят. Сидят дома, да. Раньше дома сидели, а сейчас уж и подавно. Метрополитен Москвы закроет фестибюли 45 станций из-за низкой загрузки. Ещё 45. Таким образом, 78. Вот так, ребята. Глава Минздрава, ну вот этот алкоголик буйный, заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом. Да боже ж ты мой, да что ж там? Рубеж-то какой? Рубеж, какой-то рубеж, ответственное поведение. А, остаться в эти дни дома и провести праздник с семьёй. Вот что, на улицу не суетесь. Мурашко его фамилия. Давно тебя лечили-то, Мурашко? Выписали уже из психбольницы? Вооружённые протестующие в Мичигане пошли на штурм в Капитолии штата. Я вчера посмотрел комментарии, вот что пишут американцы. Они плохо пишут насчёт вот этих мичиганских протестующих. Если ты зашёл с оружием в Капитолии, ну тебя надо в тюрьму посадить. Вот и всё. Это Трамп их подбивал. Ну, я рассказывал всю эту историю. Промышленная активность США упала до 11-летнего минимума. А в России нет. Не, в России. Вы что, там импортозамещение. Сейчас, знаете, как поперло. Ой. Денис Проценко. Ну, помните этот толстый врач с бородой, который Путина хотел заразить, не вышло. Денис Проценко назвал условия взрыва эпидемии коронавируса в России. Ну, это опять масте и праздники. Да, если на масте и празднике будете вести себя правильно, всё хорошо будет. А если будете вести себя правильно, ну, всё равно полезет, скажет, что вы виноваты. Знаете, да? ФАС выявила компанию, которая завышала цены на масте на 957%. Вам, родная. Ой, 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 957%. Компания с декабря по февраль закупила масте по цене 7,29 рублей за штуку. А продавала по 70 рублей. Ну, в сто раз, короче. Пшш. Ничего, пельмень. Северному потоку-2 могут отказать в иммунитете, в газовой директиве. Тут какие-то сложные штуки. Но смысл в том, что в Германии приняли новый закон, по которому незавершённые газопроводы, что-то с них там, что-то им будет плохое. А они не завершили Газпром. Вот так вот. Что-то плохое будет. Ну, там посмотрим. Вот я нашёл Яндекс.Дзен. Феномен или сверхчеловек. В Нидерландах есть человек. Родился он 20 апреля 59-го года. Его называют сверхчеловек. Ледяной человек его называют. Мировые рекорды. Поднялся на 6,7 километра Эвереста в одних ботинках и шортах. А там холодина. И погорел бы вершину, если бы не повредил ногу. А на Килиманджаро, ну, это Африка, да, поднялся за два дня. Почти два часа просидел в кубе со льдом. Пробежал марафон за полярным кругом в шортах. И марафон по пустыне без капли воды. Ну, вот вообще. Проплыл 100 метров под ледяным слоем горного озера. На третьей пути он временно ослеп. Сетчатка замёрзла от холода, но пловец достиг цели. Да вообще чокнутый, да? Не знаю, правда, не знаю, нет. Девять правил для пассажиров-дирижанцев на Диком Западе. Ой, интересно, кто-то накопал. Воздержитесь. Это, ну, в Америке давно, ну, когда были дирижанцы, вспомните, да? Воздержитесь от потребления спиртных напитков. Или если вам всё же требуется выпить, поделитесь бутылкой. В противном случае вы покажете себя эгоистом и грубияном. Второе. В присутствии дам джентльменам настоятельно рекомендуется отказаться от курения сигар и трубок, так как их запах противен нежному полу. Жевать табак разрешается, но сплёвывайте его по ветру, а не против него. Джентльмены должны воздерживаться от использования нецензурной лексики в присутствии женщин и детей. Ну, и так далее, и так далее. Так интересно. Ой-ой-ой. Если лошади вдруг понесли, сохраняйте спокойствие. Панический прыжок с дирижанца на ходу приведёт к ранению и оставит вас в одиночестве во власти стихии, враждебных индейцев и голодных койотов. Запрещённая тема для дорожных разговоров – грабежи дирижанцев и восстания индейцев. Да, интересно, интересно. Так, мы ждали от карантина бэби-бум. Да, я тоже говорил, что ну сейчас детей нарожают, а получили рекорд по абортам и разводам, как в 90-е. Да, ребят, друг другу надоедает молодёжь. И вообще они даже не хотят, а потом и рожать не хотят, и аборты пошли. Как это нехорошо всё. Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса. Пластиковая маска для лица. Ну, прозрачная маска вот такая вот. Интересно, да. Ну, конечно, она лучше. Потому что я протёрван спиртиком, и всё. И, кроме того, она не даёт людям касаться лица грязными руками. Тянешь, бах, маска. Здорово. Щиток. Ну, типа щитка, да. Илон Маск хочет продать почти всё имущество. А это чё, ему Рогозин предложил, что ли? Американский предприниматель, да-да-да, заявил, что продаст почти все свои вещи. Я продаю почти всё своё имущество, у меня не будет дома. Зачем? Ну, как-то странно вот это вот, да. Так, глава Минстрой Якушев госпитализирован с коронавирусом. Вот и всё, да, заразился. Ну, насмешусь и вместе пили. Американские военные создали тест, который поможет выявить носителей коронавируса ещё до того, как они станут заразными. Вот это да. Ну, то есть, вот когда коронавирус где-то внутри только начинает. Система будет способна определить, инфицирован человек или нет, уже спустя сутки после заражения. Это примерно 4 дня раньше, чем позволяет выявлять имеющиеся тесты. Сейчас специалисты ждут получения разрешения на его использование от властей США. Вот это да. Нифига себе. Познер прокомментировал версию о постановке заражения Мишустина. Надо же. Я тоже. Ребята, ну я сомневаюсь, да. Ведущий, но это Познер, не сомневается в заболевании Мишустина, так как знает его лично. Да ну и чё. Премьер-министр не стал бы участвовать в спектакле. И лишь на 10% Познер всё-таки верит в планированность акций. Это знаете для чего? Это, ну, типа, действительно может заставить задуматься тех, кто не верит в эпидемию. Что, мол, уж аж сам Мишустин заболел. Ну, надо быть осторожней. Может быть и так. Вполне может быть. Вообще странные времена. Опа! А вот у нас Сергей Замбровский. В славном городе Саратов, где доктор Влад раньше жил, жил также замечательный баянис, лауреат Сталинской премии Иван Яковлевич Паницкий. Одну замечательную работу, что Паницкий создал, я хотел бы предложить слушателям канала. Старинная песня. Вот мчится тройка почтовая. Заказной редкий баян, на котором эта песня звучит. Вы можете у нас его приобрести, позвонив по телефону 0176-763-57953. 0176-763-57953. У нас в Баварии. Но я хочу еще добавить, что у нас ведь еще саратская гармоника есть. Вообще, да, в Саратове традиции славные. Славные. С гармонией связанные. Вот он сейчас играет. ТТТ. Высылаем инструмент после его оплаты. Наша школа в Аугсбурге дает уроки на гармонии, баяне, аккордеоне, гитаре, ионике. Выполняем настройку гармонии. Интересно, мне тут тетя написала. Ба, говорит, а я в Аугсбурге тоже живу. Мы соседи, оказывается, Сергей. Ну, послушайте музычку. И до свидания. До будущих приятных встреч. С вами доктор Улад. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok